Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. 3 апреля 2022 года президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян принял участие в учредительном съезде партии Ужайренац. Заявление правительства Республики Западная Армения. Азербайджан уничтожает армянское культурное наследие Паруха и Караглух. Перевани осквернили граффити с изображением Леонида Асгалдиана со словами «Арцах – это Армения и все». Церемония памяти, посвященная 107-й годовщине геноцида армян, состоялась в Ля-Лила под Парижем. Умер сын Западной Армении, писатель Макртыч Маркосян. Малхас Амоян стал чемпионом Европы. Президент Республики Западной Армения Арменак Абрамян принял участие в учредительном съезде партии Ужайренац, который состоялся 3 апреля 2022 года в Ереване. Выступившие на съезде представили ведение партии программы отдельных сфер кандидатов в руководящие органы партии. Затем последовали выборы руководящих органов. Председателем партии был избран Тигран Ашзакантян. Выступили и члены новоизбранного руководства партии. Лидер партии Тигран Ашзакантян заверил, что как новая политическая сила на политическом поле Армении, они будут работать со своими разбросанными по всему миру соотечественниками. Президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян был единственным приглашенным гостем на конференции. Приветствую присутствующих, господин Абрамян рассказал о Западной Армении. О том подчеркнул, что подавляющее большинство сидящих в зале – это дети Западной Армении, то есть граждане Западной Армении. Сидящие в зале с удовольствием отреагировали на объявления. Абрамян рассказал о борцахских войнах, особенно о первой войне, в которой он был одним из участников, в ходе которой был поднят вопрос о Западной Армении, освободив Арцах. Фактически, они начали освобождение Западной Армении, так как Арцах является частью Западной Армении, ответственной за судьбу всех армянских территорий. Он также рассказал о работе, проводимой в ООН, которая в основном направлена на права армян с основным упором на право перемещенных арцахцев вернуться на родину после 44-дневной войны. В завершении он поприветствовал участников конференции лично господина Арзакантяна и выразил надежду, что путем сотрудничества они смогут решить ряд проблем, стоящих перед армянским народом. Правительство Западной Армении с радостью сообщает, что 31 марта 2022 года в Ереванском офисе Республики Западная Армения состоялась очередная встреча с нашими сыновями из Западной Армении. Приняли наших соотечественников из Дирсима и Тиграна Керта. В ходе встречи граждане Республики Западной Армения представили работу, проделанную со времени предыдущей встречи в период с июля 2021 года по настоящее время. Статья полностью доступна на нашем сайте. Азербайджан уничтожает армянское культурное наследие Паруха и Карагалуха. Об этом говорится в сообщении Министерства образования, науки, культуры и спорта Арцаха. 24 марта 2022 года в результате азербайджанской агрессии территория вокруг села Парух в Республике Арцах и гора Карагалух были оккупированы противником. Азербайджанские вооруженные силы приступили к уничтожению армянского историко-культурного наследия. Согласно государственному списку памятников истории, на этих территориях зарегистрировано около 20 памятников, в том числе две церкви, знаменитая Шикакар-Карагалухская крепость, памятники культуры Хачкары и Надгробия. Имея горький опыт антиармянской политики Азербайджана, мы с уверенностью заявляем, что историко-культурное наследие Паруха и Карагалуха также находится под угрозой. Осквернено граффити с изображением Леонида Асгалдяна на стене дома по адресу улицы Туманяна, 10. Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Рубен Меликян. «Какие-то негодяи сквернили граффити с изображением Леонида Асгалдяна на стене. Сравните с картиной, которую я разместил в прошлом году. Это программа, цель которой – обесценить идею героя, свести на нет наши справедливые требования, превратить армян в бессмысленную толпу людей, умоляющих о мире», – написал он. Руководство Западной Армении осуждает этот гнусный поступок, требует скорейшего восстановления граффити и привлечения виновного к ответственности. Церемония памяти, посвященная 107-й годовщине геноцида армян, состоялась в Ля-Лила под Парижем. Выступили мэр Ля-Лила Леонель Бинарус, второй секретарь посолства Армении во Франции Тиграм Багдасарян, президент франко-армянской организации Ани Асадурян и известный историк Клод Мутафян. Присутствовали представители Совета департамента Сена-Сен-Дени и перфектуры. На мероприятие прозвучали гимны Армении и Франции. Молитву в память о жертвах геноцида вознес отец армянской церкви Варнувиле Мануэль Ованисян. Макартыч Маркосян родился 23 декабря 1938 года в Тигранакерте, в Западной Армении. Переехав из Тигранакерта в Константинополь, он продолжил образование в Педжинской средней школе. Окончил философское отделение факультета литературы Константинопольского университета. Маркосян – соучредитель издательства Араст. Также работал обозревателем в газете АГОЗ. Наряду с должностью директора армянской школы Сурбхадж Депреванг, он был учителем философии армянского языка и литературы. Он автор ряда книг. В 1988 году он был удостойен литературной премии Элис Каву Кучян, в Париже которая вручалась армянским писателям. Маркосян будет похоронен на армянском кладбище Шишли в Патриаршей церкви Кумкапы 7 апреля в 14.00. Руководство Западной Армении выражает соболезнования родным и близким. Малхас Амуям впервые выступил весовой категорией 77 килограммов на чемпионате Европы по борьбе в гимназии бокс-спорт-хо в Будапеште. В финале соперником армянского борца стал серебряный призер чемпионата Европы 2021 года турок Юнус Басар. Тяжелая и упорная борьба развернулась в последние полторы минуты. Победив со счетом 4-3, Малхас Амуям стал чемпионом Европы. Правительство Западной Армении поздравляет армянского спортсмена и желает ему новых побед. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok